Так что не надо говорить, что в Белграде все уныло и село, программа Орел и Решка, Говешка, вон как зелено и красиво. Вот на витринах тут иногда бывают знакомые плакатики такие, оп, Маша и Медведь. А как написано? А, это просто название игрушек. А Маша и Медведь по-русски написано. Мы с Настей даже видели, игрушки продаются, Маша и Медведь. Но почему вот богатыри не продаются ни хрена, и никто про них не знает? Далеко оказалось, не надо идти, вон рюкзак тут, где-то тут пенал, а вот. Ну, правда, говорят, что популярная Маша и Медведь не только в Сербии, везде, в Италии, там еще где-то любят это, не знаю, как это назвать-то, вакханалию эту смотреть. Не то, что нашего добренького Лунтика, хорошенького. Пока мы шли в сербскую кафану, вот здесь такую надпись заметили. Улица Светогорска, а вот это все, это ее название, в разные времена, как она называлась. Прикольно, все ее названия. В принципе, она Светогорска-то два раза называлась, третий раз уже не миновать. В общем, мы тут в сербской кафане, я наконец-то заказал Мешина Меса, это курица, свинина, говядина, потом какая-то котлетина и такая вот колбаска, я уже подъел тут маленечко. Настя сказала, сербский салат, я не помню, сколько она стоила, по-моему, около рублей 400 вот это стоило, а может и 300, примерно так. Шли к дому, наткнулись на таких чудиков, тут всякие мини есть, само Тимон есть, вообще прикольный такой, похоже, Дональд. О, Скрудж, это точнее, Скрудж. Короче, тут всякие персы есть, здесь тоже есть, и драконы еще. Такой магазик, самолетики, машинки. Сегодня мы идем на вокзал, покупать билеты в Новый Сад, такие вот тут возникают дома с граффити-ами, особенно вот это прикольное. Где человек с зубами из домиков ест брокколи, которое на самом деле дерево круто вообще придумало. Все, пошли дальше. Такие вот дела. Сходили мы на вокзал, купили билеты, выглядит билет. Там еще, сейчас покажу, штанчики такие. Вот, жетон выписан. Да, видать, так поняли, там турникеты, чтобы самим автобусом пройти, нужны эти жетоны заплатить. Кинуть турникет. И главное, что мы не поняли вообще, вот тут написано, что туда стена, все, туда, во сколько, в Новый Сад. А обратно ничего не написано, и написано, что почему-то 60% внесено. Короче, мы не знаем, как мы назад поедем, но, видимо, это надо будет, может быть, туда предъявить, и там уже на конкретное время взять в обратную сторону, и плюс там доплатить что-то. В общем, туда у нас есть, а обратно наполовину есть. Узнаем через два дня. А это железнодорожный вокзал. Ну, говорят, что в поездах проблема как-то долго перебираться на автобусы быстрее в соседних городах. Прикольно иногда, траваички гоняют очень длинные, иногда старинные, вот такие вот длинные. А вот там вот стоит, он вообще там полностью с четырех кусков стоит сейчас, блин, машина. Ладно, сейчас поближе подъедет. А вот современный тоже. Сейчас, 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 вот он. Какой. Это целый поезд. Наконец-то дошли. Вот это вот результаты натовской агрессии, мирной операции натовской. Второе здание закрыто. Это здание Министерства обороны Сербии, сохранившееся из, единственное, по-моему, из разрушенных зданий. Его вот все хотят, то ли снести, что-то новое построить. Но люди вроде как против, ну, хотят, чтобы осталось это как памятник натовской бомбардировке 99-го года. Но, не знаю, может быть, уже в следующий раз, когда кто-нибудь поедет, мы поедем. Уже, может быть, и не будет этих зданий уже на протяжении многих лет. Новое правительство хочет это удалить. Вот второе здание. А вот первое. Мир в мир. Мы опять пришли к храму святого Саввы. Уже днем только сейчас внутрь пойдем. Ну да. Тут все ходят без платков. Храм еще не достроен. Объемы и масштабы. Еще не успели украсить. Так, ну, в общем, мы посетили. Это замечательно. Сегодня я что-нибудь, пожалуйста. Короче говоря, а еще у них свечки лежат просто так. И там написано по-сербски, английски и русски, что если вы хотите взять свечку, берите сколько хотите, ну, берите и положите сколько не жалко денег. То есть, в принципе, если у тебя денег нет, можешь бесплатно взять, набрать свечек. И они еще втыкаются в песочек. Удобно, не надо там ее держать, чтобы она сплавилась. Просто в песок воткнул. Мы тут зашли по, типа, немецкой пивной. Всякие кружки прикольные. Настя говорит, что смутнило. Я не знаю, но какой-то непонятный козырь. Тут сосиски продаются. Сейчас это не заказали. Смотрим. Такие вкусняшки нам принесли. Так у меня не фокусируется. Вот. Вот такие. Наш такой обедец. Значит, козел темный кулайнер. Колбасца. Колбаска. Просто колбаска. И ребрышки. 800 рублей на полига. Я считаю, неплохо. Музей Николы Тесла сегодня закрыт, оказывается, по понедельникам. Так что скольки с 10 до 18, да, в любой день, кроме понедельника. А тут такой фонтан, непонятно почему-то, за стеклянным кубом напротив могилы. Пойдем куда-нибудь гулять тогда. Мы идем с Настей по мосту в торговый комплекс. Тут Миколитик, Миколитик есть. А мы идем из Старого Белграда в Новый. Вот крепость Калимигдан с другой стороны. А нам туда. Сразу за мостом тут парк. И сразу буквально за парком Кушча. Торговый комплекс. Настя хочет посмотреть там шмотки какие-то. Такая штучка есть. Такие шкафчики. Типа как у нас в пятерках, так разноцветные люди сюда складывают куртки, дети. Да, а так торговый центр, в принципе, как любой наш. Внутри. В принципе, все как у нас. Знакомые надписи встречаются нам в другой стране. Мы офигеть как устали и зашли в Ириш Папу. Мы уже сидели в нем, только на улице. Сзади огонек горел. Что хочу сказать из-за особенностей. Плохо, что все везде курят. Здесь я провоняю конкретно. Все курят себя. Такой дымок с какой-то. И Чендем был сзади. Он уже не работает. Время больше десяти. Поэтому я и взял пиво за пон эти. Короче, за пон эти значит пиво на вынос с собой. Ночной вид неподалеку от Калимигдана. Вот здесь наверху гуляют люди. А внизу там Новый Баеград. Не знаю, нормально видно, нет? Телефон плохой освещенности. Упорно не хочет фокусироваться. Тут башенка такая, часовня. Там мост Вантовый. И остров Ады Цыганли. Здесь вот за этим зданием мы сегодня были в торговом комплексе. Ушичи или Ушица. А там где-то заема на район, в который мы все хотим съездить, но пока не получается. Интересная такая штукня. Здесь еще для стариканов специально такие столы зафигаченные. Вот они вот тут, тут и вот там дальше где фонтан. Там тоже куча столов. В общем, тоже очень хорошо. Пошли в магазин, тут выбор хлеба. У нас, короче, машины поливают, а они к дядьке. Вот, короче, вот эта вот колбасня. Вот она такая вот размером. Вот такая вот фигня у них продается. Вот так вот. Мы управляемся в музей Никола-Песли. Вы были на 5 ветер. Доехали на трамвай бесплатно, так как у нас нет карты БУС-Плюс. Мы оплачиваем водителю, а водитель оплачивает через карту свою. Но терминал там у него не работал, он сказал, что все нормально, едьте так. Короче, и мы бесплатно доехали. Везде продают попкорн. И вот такие эти длинные трамвайи опять. Аж две штуки. Мы дошли до музея. Настя, я покажу билетики. А вот так, с этой стороны. Теперь, а... Оказалось, что экскурсия, там, короче, можно на английском взять, либо на сербском. Так как мы не тот, не тот, ну, как бы, сильно не понимаем. Точнее, вообще ни хрена не понимаем, не тот, не этот. Поэтому мы взяли на сербском. Тем более он в два раза дешевле. Но экскурсия состоится только в 16.00. Наверное, мы пойдем в Кафану потусим. Может, прогуляемся где-то. То есть нам три часа еще надо потусить. Как всегда, у нас все это... Дверь открывается где? Внутрь. Вот. Все двери в Сербии, запомните, раз и не всегда. Вот так. Практически все открывается внутрь. Видно его, нет? Вот. Пока мы ждем времени до Николы Теслы. Мы идем в сторону ЖД вокзала. Там есть какой-то кафе. И опять мы проходим здание Министерства обороны. Раздолбанные. Вот. И чешем новую для себя кафешку. Идем такие мы. И тут думают, что случилось? Все воет, орет, уши режет. Оказывается, это какой-то митинг. Предъявы какие-то были этому. Вучичу, премьер-министр Сербии. Короче, такая вот фигня тоже случается. Зацените. Зацените, люди, как подключены кондиционеры. Все трубочка в трубочку, трубочка в одну длинную трубочку. Куда-то там уходит и, видимо, капает не на голову людям, а куда-нибудь в отстойнику. Целая вон система. Это прикольно. Мы с Настей прошли вокзал и попали в район, видать, сирийских беженцев. Они тут повсюду ходят. Вот там вот в парке. Вот там в кафешках сидят. Видимо, какие-то для них отведенные места. Знакомы и всем с детства Сбербанда. Правило, не можете прелазить в замещенную линию, в коя прави ограда вашим сиренцам. Не прожди, но не прожди измерения в полной длине. Можем вернуть. В retreat. В горе. Хорошо. Вcji. Время. 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 Один, два, три... Один, два, три... Больше общего разговоров, чем экспериментов. Почему так быстро говорить? Я вообще ничего не помню. Музейчик совсем небольшой. Тут вообще немножко экспонатов. И среди них есть вот этот шарик. Это урна с посмертным пеплом Николой Теслой. Где-то надпись есть. Вот надпись, что это урна. Аутурна. Тут всякие исторические справки. Несколько роторов. Короче, моторчик. На экране нам до этого фильм показали про Теслу. В общем, музейчик маленький такой. Еще такая видеомакетная инсталляция. Типа, что все работает. Доброе вече, мои дружи, браты и сестры. Здравствуйте, товарищи. Я хочу рассказать о том, что в Сербии хреново продается томатный сок. Как нам сказали, он вообще не продается и никто его не пьет. Но мы нашли его и поэтому сейчас произведем обзор и дегустацию томатного сока сербского. Вот так выглядит томатный сок. Что самое интересное, вот Парадайз. Сок, томатный сок. Он стоит отдельно от других вообще соков. В разделе, где кетчупы стоят, томатные пасты. Вот стоит томатный сок. Здесь даже где-то написано, что-то там бих гурман. Вот. Короче, он типа для гурманов, для психов всяких. Сейчас мы его сболтаем. Там что-то помимо соли много чего. Специй, что ли? Блин, Настя подержала бы ты. Наливаем сок для гурманов. Сейчас попробуем. Ммм. Он странноватый. У нас более единая консистенция такая, как жидкая сметана какая-то. Здесь прям... Настя, попробуй. Он, я не скажу, что он невкусный, но что-то в нем... Такие куски прям какого-то крупные, что ли, присутствуют. Мне, смотри, Насте понравился. Очень вкусно. И стоит он дороже, чем любой другой сок. Он где-то на наши деньги. Вот такая баклажка где-то 100 рублей стоит. Хотя можно купить сок в два раза дешевле. Обычный любой. Но это же парадайз. Райский сок. По-английски, а по-сербски помидорный. Если кто-нибудь смотрел Саша и Маша, то вот Саша и Маша на сербском. Точнее их вариант. Сегодня мы отправляемся в Новий Сад. Хотел показать в подземном переходе эскалатора. Я знаю, что в Белграде предполагалось. В метро начали, пару станций сделали. Но там союз рухнул. Денег не хватило. И все это остановилось. Поэтому я думаю, наверное, это когда-то должно было быть что-то типа Новочеркасской. В Питере. А вот так выглядят эти переходы снаружи. Пока мы идем на вокзал, можно обратить внимание, кому тут стоит памятник. Русский цар Николай II. Что написано? На новом месте налазила зезрада ассамблеи царевны Руси. Украли вниз Сербия. На этой русле находилось посольство Российское. А, вон внизу. Ишь ты как. Королевство Хербии. Переводит как быстро, а? После мировой войны она стала центром русской эмиграции. Понятно. На автовокзале, чтобы попасть в толчок, нужно через турнике отправить. Купить специальный жетончик за 50 динар за 25, за 26 рублей. И только тогда ты пройдешь. Мы приехали в Новий сад. Сейчас нам надо дойти до автобуска Станицы и купить билеты обратно. И почешем в сторону центра на главную площадь. Потом в крепость Петровардин. В общем, купили мы билеты назад. Что стоит отметить? То, что билеты же у нас были взяты, только забронированы. Без места и без времени. Как мы и поняли в общем результате. Вот. Но билеты в эту сторону надо тоже сохранять. То есть хорошо, что мы их не выкинули. 120 динаров доплатили и все. И теперь у нас есть билеты назад. А, еще прикольно, здесь тоже толчки с турникетами, но без жетонов. Просто там кнопочку нажимают, а они скрутятся. И обратно тоже. Типа выключателя такого дяденька нажал. И типа проходите. Подходим потихоньку к главной площади. А это вот театральная. Вот. Сырпская народная пузыришка. Настя снимает меня. Я Настя. Вот, короче, тут центральная площадь. Так она выглядит. Памятник какому-то Святозару Милетичу. А вот здесь католический такой собор. Во времена австрийцев, правление австрийцев был построен и зашли в этот католический храм. Вот так он выглядит. Вот так он выглядит. Ага. Вот так он выглядит. Ага.